Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами начали рассуждать соберное поле Субтитры создавал DimaTorzok Так было написано правильно Кроме того, мы сделали с вами решение Из него получалось иронение Грейна-Гордона После этого мы с вами всё решили Позавлю, что это будет форма Пахарла На два универа в этом На 1 плюс 2 А в 3 степени минус х А плюс А в крест Если ты не боишься Так, да? Ну, мы с вами обсуждали, что Египтиньян Да, корпус Египтиньян обоняется из С точкой минус х Да? Что-то что-то не так Так было, да? Значит, после этого Кроме того, мы с вами увидели, что А от К А от К А от К Штрих А от К Трест Верняется З в К А от К штрих Так было, да? Так? Да Ну вот После этого Мы с вами Мы решили, что Мы с вами должны Ещё будем Вывести Уровня Центр Генитарьян Такого Генитарьяна Примерно А и А Крест, да? Вот Это мы уже с вами вывели Сейчас Как мы поспалировали Некоторые Вот тут сложные Соотношения Одновременные Оттуда Мы вот это уже Сосчитали Теперь нам Оставалось считать Чему же Равняется h Может кто-то Хочет Посчитать Алдаскит И Желающего Ну, давайте Для начала Желающих Да Ничего страшного Не будет Если вы Если вы не сможете Я помогу Да Лучше Желающих Чем Как это Случайно Желающих Нет Или у вас Другая Человечка Да Нет Желающих Считай до трёх На себя Ну, тогда Значит что Вызывать будем Да Так Всё равно Вызывать Скрайбищем Да Попробуем Да Значит Проферок Нам нужно Снова попробовать Как это Когда вы будете Писать Немного Попробуем Там Листочка Профор Вот Значит И так У нас имеется Важного Граждан Да Во-первых Мы можем найти А сюда Пи Пи находили Это равняется Пис точкой Значит Значит Это будет Фис точкой Пис точкой К квадратик Да И ещё что будет Ну На Пис точкой К квадратик И плюс Чем квадратик К квадратик Так Да Сможем Ну То есть Имеется Фис точкой И еще минус, из-за того, что здесь есть кое-контр-варианты производные. Поэтому будет плюс, он написал так. Теперь, значит, вот это вот вычитаем, то, что он пытался сразу записать. Значит, это будет одна вторая от всего. Сразу поставим. Здесь будет фирм с точкой, плюс в квадрате и в квадрате фирм. Так, вот имеется такой гаммитоньян, да, вот опыск гаммитоньяна. Тогда, вот это мы с вами знаем, да? Значит, тогда давайте попробуем найти, ну, h, да? Опыск гаммитоньяна написали, да? А h равняется, это интеграл, вот это ритм, да, вот опыск гаммитоньяна. Помните, да? Так. Значит, отсюда? А давайте переписывать. Нет, ну зачем? Давайте сразу подставлять, о чем переписывать. Ну, как, каждый же может в образической а стоить, да? Вначале переписывать раз сейчас. Да, стоит сумма, да? Вот. Соответственно, на что вы будем иметь? И здесь в корене с 2 Омми по Омми по 4, но с Довк, она с 2 Омми по 4. Так, да? Вот. И, соответственно, будем... Ну давайте, то есть нужно написать две скопки, да? Это будет а от к при ессепени минус и к х. А мы сейчас сейчас фисточку идем. Фисточку давай держим. Значит, тогда идут что? Минус омега на омега штрих, да? Минус омега на омега штрих. Вот, смотри. Нужно убрать минус и и убрать. А минус оставить. Но минус и на минус и даст все равно минус, да? А здесь что будет минус и к х? Фис, да? А здесь будет минус, да? Минус, да? А крест? Индекс, во всяком случае, да? К, да? А здесь будет сколько? Ну, то есть, все тоже только с кражки, да? Так? Ну, а теперь я предлагаю, чтобы не переписывать, да, вот эту сумму, да? Отсюда отписать, да? То есть, будет следующий член производной, да? Отсюда. То есть, опять будет минус к на к х трих, да? Скалярное произведение, да? Так, да? Ну, то же самое. Так, да? Вот. А здесь будет что? Ну, смотрите. Здесь можно, наверное, даже нам с вами не переписывать, да? Это будет то же самое, да, наверное? Ну, что переписывать? Нет? Так, пришла. А? Не, ну как? Когда вы этот градиент берете, будет, ну как? В одном месте с плюсом, а законом с минусом, да? Так сказать. То есть, будет, скорки будут те же самые же, да? Не понятно, что я говорю? Ну, то есть, давайте так вот. Постоянно, да? Формально ответим, что будет то же самое, да? Ну, два раза не будем переписывать и два раза считать одно и то же, да? Так или не так? Да? А здесь дальше будет что? Плюс m в квадрате, а здесь сколько будет немножко другое, да? А здесь будет просто плюс m в квадрате, и здесь будет... Ну, здесь шляпок очень много, но все они странно просты, да? И вот там еще крест поставьте. Вот. Но мы сейчас с ними очень быстро с вами постараемся разобраться, да? Значит, есть члены, которые а на а, да? Ну, они аналогично будут окрест на окрест. Правильно, да? Но они, как это, занурятся, да? Ну, вы аудитории поясните, почему они занурятся, да? Мы даже на вакуумные средние здесь считаем вакуумные. Нет, мы ничего не считаем пока. Мы никаких вакуумных средних не считаем. Мы считаем, пускай пока что, говорим, да и а. Опа. Где у вакуумных средних? Я не выжил. Значит, смотрите, вот а и а, да? Значит, здесь будет, смотрите, произведение вот это, да? Значит, если я возьму интеграл, да, то будет равно чему? К минус К штрих. Правильно, да? Согласны? Ну, К равняется минус К штрих. Вектор. Да? Тогда здесь, смотрите, здесь, ну, а омеги будут те же самые, да? Они не зависят, то есть будет минус омега в квадратике. То есть если К равняется минус К штрих, то омега равняется омега штрих. Согласны? То есть, здесь будет минус омега в квадратике. Да? В этом месте будет сколько стоять? Здесь опять будет, как прав heal bile будет плюсами стоять, да? К в квадратике. И будет плюс М в квадратике. Да? То есть, получаем что? Чем smashing ? Ну, где-нибудь в сторонке напишите, просто. То есть, этот вот шлем будет минус омега в квадратике, правильно? В смысле, не переписывай, что это будет минус Омега в квадрате, а это будет плюс К в квадрате, и плюс Омега в квадрате, но это ноль. Омега в квадрате, помните, мы вы сами учитывали, что Омега в квадрате равняется... Мы так говорили, что когда х до всего, то это 4-х верно, а так будем специально написать. То есть получается Омега в квадрате плюс К в квадрате плюс М в квадрате, но это равно нулю. То есть член перед А и А, квадратичная, зануляется. Ну, аналогично перед А крестом. Ну, вот так же. Пройдите вверх-вниз, так сказать. Так, да? Значит, остаются только члены такой, как я, перекрестные. Да? Вот. То есть вися по вакуумного среднего не управляются, да? Значит, остаются только перекрестные члены. Ну, а при перекрестных членах, смотрите, либо вот этот член, да? Либо вот этот член, так, да? И при этом К будет равно К штрик. Да? Тогда вот эти экспоненты, ну как, будет равна единица, правильно, да? Ну, К равняется К штрик. Да? И есть вот произведение вот этого на этого, да? Ну, и тогда пишем. Тогда будет минус номер квадрата. Что там получается? Ну, только плюс уже. Потому что они в минусе. Ну, да, нет. В минус номер квадрате там два члена, оба с минусом. Ну, то есть если сразу вынести минус, то будет тогда плюс. Правильно, да? И будут члены какие? А там на крест и плюс наоборот, да? Ну, букву К пишите. Ну, вот здесь вот. Так, да? Значит, вот этот... Так. Ну, естественно, что... А почему мы так это решили? А умиру куда дели? Ну, здесь же умира квадрата, а здесь внизу. А, ну, ну, ну... А, вот там стерли отбывает, правильно. Если стерли отбывает. Так, да? Ну, и что? И в этом да уж стирает. А, вы интеграл... Ну, вы интеграл уже взяли, да? Тогда интеграл стираете? Да. Да? Остается только сумма. Остается только сумма. Правильно, да? Но сумма уже остается пока. Потому что у нас появился дель-то как штрик. Правильно? Когда мы интеграл брали. Вот. Эта получилась одна сумма, да? Эта получилась точно такая же, да? Но как раз. Только что будет там? Ну, так будет. Почему? А, ну да, вы опять это поменяли. Ну, и нижняя тоже такая же. Так, ну, еще одну вторую. Общую одну вторую из Англии, да? Ну, вот. И здесь, да, напишите? Ну, потому что вот эту вот одну вторую он забрал. А я тоже просмотрел. Так, а? Ну, объем тоже ушел, да? А, из-за этого. Ну, когда проинтегрировал, да? Ну, а как в квадрате равняется омя, да? Ну, и тогда пишем уже ответ, да? Одна вторая, да? Сумма, сумма, сумма. Пока, да? А из-за этого. Так, да? Вот получили ответ. Да? Для Гамильтониана. Значит, дальше можно что? Использоваться конструкционными соотношениями, которые вот там написаны, да? И тогда это написать, все видя, что это будет сумма просто, да? А, окрест. А? А, окрест. А? Ну, вот тогда вот здесь стираем, и здесь будет одна вторая, да? Все. Ну, сумма пока, и расставки все пока. Вот получили ответ. Вот какой-то неат. Да? Значит, чуть попозже мы с вами вернемся, так сказать, что же означают вот эти операторы А и окрест, да? Вот в данном случае. Вот когда мы Гамильтониан написали, мы уже... Теперь мы все знаем, да? Мы знаем, как функцию, как выражается через Гамильтониан, есть конструкционное соотношение, и знаем, как это я. Да? Ну, все с этим, да? Есть какие-то вопросы? Да, откуда я играл? Вот этот взялся. Какой? Ну, в самом начале играл вот этот записали. А, что в ноль, одна вторая, играл D3X. Сумма почти 100, там откуда взялась. А на поле мы поставили... Ну, мы не перенажаем здесь поля. Каждая поля у нас сумма пока. А в числителе откуда Омега-Фиорская? Ну, мы же вычисляем первый, это член Фи с точкой, и мы дифференцируем их по нервам. Да, он продифференцировал, да? Ну, я как понял. Здесь трик производная, то есть Омега-Омега-Штрик, да? Выбросил. А здесь К и К, потому что это градиент. Ну, вот. Я говорю, ничего. Ну, а Фи вот тут подставлял, да? Мы так сразу договорились, да? Я говорил, что вот этот я множительный написал, да? Почему такой не писал? Ну, ясно, в дальнейшем, да? Вот. Ну, понятно, что он такой, что бы выпал. Ага. Тогда мы с вами еще разберемся, что означает, как действуют операторы, да? Это будет совсем понятно, почему такое множительное. Так, да? Какие еще к нему есть вопросы? Или ко мне? Или к нам? Вместе? Нет вопросов? Ну ладно, тогда спасибо. Значит, мы... Ну, посмотрите еще, значит, вроде бы... Это простое вычисление, значит, но, тем не менее, мы с вами проделали. Потому что я сейчас напишу, там, другие гамитаяны, и предложу вам уже потом с ними, так сказать, получить уже, так сказать, через историчные операторы, такие самые, дома. Потому что, ну, мы не будем расписывать так вот, такие простые вычисления каждый раз. Какие есть вопросы, давайте, на эссирающие? Потому что уже все заняты. Тоска оказалась занята. Вот он, я сказал. Нет вопросов? Чтобы потом не спрашивать, когда есть эту дорогу. И так, мы с вами обсуждали это скалярно-действительное поле, да? Теперь, следующим шагом мы с вами можем взять и обсудить комплексное поле. Оно будет скалярно, но более комплексное. То есть, лакаержан будет тогда в таком виде других каким-то, да, это будет d по dx в плюс в звездой, dф по dx в плюс в плюс в плюс в плюс в плюс. Значит, если я рассмотрю, хочу рассмотреть комплексное отборе, да, то вам может быть, лакержан для него такой. Ну, естественно, уравнение Лагранжа будет те же самые, которые были для действительного поля, да? Это понятно, нет? Ну, пишем уравнение Лагранжа, да? Теперь уравнение Лагранжа какое у нас было? Давайте вспомним еще раз. На х на х мюзах было такое уравнение. Почему мы там же анализом на х мюзах? Потому что я знаю, что правильный демокльян был там и все остальное. Общий множитель, так сказать, он не оттуда не берется, да? Кроме того, чтобы... Ну, потому что я хочу сохранить вот так же, зависать поле и так далее. Почему без одной второй будет, как это видно, опять же из дальнейшего, да? Ну, это общий множитель, по всех этих вычислениях это пока что общий множитель для вас, да? Как бы вот эта величина его не было, да? Там бы все это умножилось на корень из 2, да? Он уже правильно, да? Поэтому... Значит так, давайте... ДЛ, да? Дальше как будет писать? ДЛ, да? По ДФИ, по ДХМЮ. Так, да? И мин равняется, да? М... Ой, извините... ДЛ, по ДФИ. Так, да? Было написано уравнение Лагранжа. Ну, я на всякий случай написал, потому что, ну, видно, что опять получим уравнение Клейда-Гардона. Здесь у нас теперь два уравнения Лагранжа, да? Для поля ФИ и для ФИ со звездой. Ну, это независимые компоненты, да? Это независимые поля. То есть, вы можете либо расписать, как там, ну, комплексов боли, то чтобы там, ФИ1 плюс и ФИ2, да? Можем писать или для одной, или для второй компоненты, да? Либо так, да? Поэтому, имеется здесь два уравнения теперь Лагранжа, да? Для ФИ и для ФИ со звездой. И они будут опять давать одно и то же на уравнение Клейда-Гардона. Так? А теперь, как же теперь представить поле вот это ФИ? Да? Давайте я где-нибудь ФИ напишу. Теперь поле ФИ, если оно комплексное, да? Оно уже будет не в таком виде, да, написано? А в каком виде? ФИ нам нужно, опять, это у нас, конечно, сумма, да? Когда мы решаем, помните, вот, в прошлый семинар, да? Мы решали с вами, то есть, мы должны теперь решить опять уравнение Лагранжа, да? Для комплексного поля. Так, да? Вот. Ну, и в каком виде оно будет, когда я напишу, то есть, я опять напишу АК на Е в степени минус ИКХ. А здесь что будет дальше? Какое-то другое В, да? Почему другое В? Потому что поле комплексное, да? Мы там сказали, здесь, мы были обязаны написать АК, да? Потому что поле действительное. То есть, ФИ со звездой равняется ФИ. А здесь ФИ со звездой не равняется ФИ. Поэтому мы должны здесь написать плюс ВК, крест, да? На Е в степени, ИКХ. Это что касается комплексного поля. Так, да? Вот. То есть, вот это относилось, вот эта часть, ну, понятно, да? Ладно, не запутайтесь о том. Вот это относится к действительному полю, да? А теперь я стал писать плюс ВК комплексного поля. Так, да? Значит, что дальше? Теперь мы можем опять аналогично написать… Что можем написать? Мы можем написать гаментониан, да? Например. А как будет выглядеть гаментониан? Вот скажем. Гаментониан будет выглядеть… Теперь как? ПИ, да? Ну, помните, вот там было написано ПИ, ФИ с точкой, да? Так, да? А теперь будет что? Вот там стояла сумма, да, по всем компонентам. В данном случае будет, что надо написать? Плюс ПИ со звездой, да? И ПИ с точкой со звездой. Согласны? Так, да? ПИ минус Ф. Вот теперь как будет выглядеть на комплексном поле, да? Причем, чему будет равно ПИ? ПИ равняется… это что такое? Это ДЛ по ДФИ с точкой, да? А, соответственно, ДЛ по ДФИ с точкой, да? Сколько? ПИ с точкой со звездой, да? ПИ с точкой со звездой. Проверяете, да, или не так? Вот. Аналогично ПИ со звездой равняется ДЛ по ДТ и точкой со звездой, это будет ПИ со звездой. ну и соответственно берем дальше все это подставляем и получаем ответ я не буду расписывать аналогично как вот только что ваш коллега сделал то есть берем, подставляем сюда, отнимаем l, l чему равно, ну как это, вы знаете после этого берем, нужно теперь взять все эти φ со звездой и подставить ну и получить соответственно ответ вычисление совершенно аналогичное, я с вашего позволения напишу ответ для него сразу чтобы вы его не вычисляли ну понятно, да? то есть просьба проделать дома если у кого-то дома не получится то, что я сейчас напишу на доске тогда можно обсуждать а так мы никуда не заделаем опять же будет сумма пока умига а к крест а к плюс b крест к на b к значит вот эту константу а, ну все же уже вот для такого поля у нас получилось что у нас получилась сумма пока, да? умига а к крест а к плюс одна вторая, да? это действительное поле действительное, да? это комплексное так, да? вот 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 эту константу это энергия вакуума, да? вот с которой мы сейчас немного позже еще обсудим ее писать смысла нет вот она это равно естественно бесконечности, да? ну смотрите вот это это что? это сумма пока умига, да? она стремится к бесконечности, да? это отсчет энергии вакуума, да? вот то есть вот вот здесь с точкой я к чему это опять беру? что я написал с точкой до константы которая у вас получится опять какая-то если вы так сосчитаете понятно, да? вот ну 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 она получится плюс 1 ну это не важно так итак мы имеем вот такой дербертониан значит ну пожалуй с этим пока все теперь я хотел перейти к эээ... хотел перейти к внутренним симметриям угрожая давайте рассмотрим ээээ... пусть 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 на горожан не меняется при екатуре при образовании полей то есть например поле в данном случае если у нас действительное поле действительное скорярное поле компонента всего одна если у нас комплексное поле то компонент уже сколько будет две может быть поле векторное еще какое-то пусть поменяется при таком преобразовании что фи р3 равняется фи р плюс там лямбга рс фи с ну давайте я еще так на всякий случай напишу епсал предполагаю, что оно понятно, что лямбга уже обо всем говорит но епсал я имею в виду подчеркну, что это бесконечно малое преобразование а лямбга рс это некоторая матрица вот ну и теперь давайте посмотрим что значит вид не меняется не меняется означает что дельта р равняется да нужно написать да при вот такой при таком изменении полей да уже рамбга должен поменяться и к чему это какие из этого последствия будут да то есть он написает дельт по д фи р на дельта фи да согласны? ну вариации да пишем плюс дельта по д фи ой да по д фи по д x мюн р на дельта д фи р по д x мюн согласны? ну дальше что можно сделать? как ты думаешь? нет это должно быть приравнять к нулю но кстати выражение да это должно быть равно с нулю да это правильно да ну то есть выражение не меняется при таком преобразовании да вот ну как я предлагаю вам подсказать мне как я должен здесь преобразовать чего-то да во-первых то можно переставить дельта да производная помните да то есть я могу так это одно сделать а еще что можно сделать а еще можно производная перепраска нет еще можно нет производную здесь перепрасывать нельзя если интеграл никаких нет да а можно еще что вспомнить Вот это заменить на что нужно? Вспомните, уравнение лограмм же нужно, да? Можно вспомнить его, да? То есть это будет d по dxµ, правильно я пишу? Да? На, соответственно, d в честь по d d φr по dxµ, согласно? И на d φr. А этот член, ну, давайте я еще перепишу раз у нас, хотя, очевидно, что d φr по dxµ, а здесь я возьму и перестану, да? d по dxµ на δ φr. А вот это уже полная производная, да? Видно всем полную производную? То есть это обе стаи как d по dxµ, а dL по d φr по dxµ на δ φr, да? А δ φr, вон оно написано, да, чему равно. Вот. Ну, δ – это вот эта величина, да? Т.е. это будет ε, да? λ rs на φr. Вот это все равно 0, да? Потому что, в порядке равна 0. Согласны? Ну, тогда я могу это представить каком-нибудь, как это d по dxµ на jµµ равно 0. Можно представить каком-нибудь, где jµµ – это вот эта величина? Тогда? Ну, а если это величина, да, то тогда можно определить заряд, да? То есть это плотность тока, да? А заряд q, я имею в виду, это будет integral по d3x, да, от g0. Могу так написать? И тогда можно сказать что? Что dq по dt равно 0, да? Это вам все понятно. Говорите лучше сразу. Потом будет поздно. Т.е. я вот это выражение могу проинтегрировать по d3x, да? Вот. Т.е. это будет тогда dq по dt плюс интеграмм по d3. Ну, от чего? От d в жизнь по d в x, да? Вот так вот. И вот это все равно нужно, да? Вот здесь я отберу, интегрирую. Это интеграл, правильно можно взять. На больших расстояниях это 0, да? Ну, естественно, предполагаем это технице, которая на бесконечности является. Да? На таком угасе пункте. То есть, от всего мы говорим, что dq по dt равняется 0. Т.е. это интеграл. Да? Т.е. это величина, которая сохраняется во времени. Заряд. Вот. Значит, отсюда мы можем сказать, что q, давайте я куда-нибудь перейду сюда, вот, q равняется, это интеграл по d3x, да? А g0, оно вот написано, да? Т.е. это нужно здесь, я уже буду писать просто, давайте сразу g0 это, ну, давайте я так вот. Уже здесь стоит что? 0, да? Это π с точкой. Ну, не буду расписывать там. Вот. Т.е. это dL под dφ с точкой. А dL под dφ с точкой это π. Да? Т.е. это будет πr, λt, λs, πs. Вот такая величина сохраняется. Если, если плагражант не меняет, видят никакого преобразования. Понятно, что эта величина опять определена с точностью до некоторой постоянного умножителя, правильно? Ну, если я до умножу, у нас все что угодно, да? Главное, чтобы она была постоянной величиной, ничего не поменяется, да? Ну, это можно как раз рассматривать как единицу измерения, да? Такой множитель выбрали. Вот. Т.е. получили вот такое вот. Теперь, что мы можем сказать? Теперь, ну, понятно, что эта вся величина имеет смысл только когда имеется несколько компонентов. Правильно? Вот. Значит, ну, вот здесь уже имеются две компоненты, да? Вот для этого логрежана. Видите, да? Подчеркнул. Для этого логрежана. Для комплексного поля имеется две компоненты, да? Тогда давайте попробуем. Ну, две компоненты имеют ухи со звездой. Это независимый порядок, как мы только с вами заговорились, да? Значит, если здесь какое-то преобразование, которое дает, дает что нам должно давать? Дает некоторое преобразование полей такое, да? Чтобы логрежан остался неизменным в виде, да? Тогда мы можем написать некоторую сохраняющуюся величину заряда, который называется зарядом. Это может быть как электрический заряд, так и много других величин, которые сохраняются. Экспоненты с фи. Значит, экспоненты с фи. Говорите не так жургонно. Я понял. Слушай, компоненту из фи. Ну, фи мы тебе берем экспоненты фи. Экспоненты, может, фи. А, то есть, понятно. То есть, я пытаюсь перевести вас. То есть, фи, да? Если штрихия заменена и эпсилоной, и эпсилоной, фи, да? То ничего не поменяется, да? Ну, соответственно, фи штрих со звездой, да? Равняется, если фи не нужен. Эпсилон, фи со звездой, да? Вы это сказали. Вот он это сказал. Вот. То есть, тогда видно, что он рожан не поменяет вида, да? Ну, а это означает, что здесь он должен писать фи плюс и эпсилон. фи со звездой минус и эпсилон фи со звездой, так что... Ну, отсюда можно рассказать, чему равняется матрица, да? Лямбер РС. Можно сказать или нельзя сказать? Ну, если у вас... Ну, если у вас... Ну, индекс Р пусть прибегает там фи со звездой, один там, ну, как... И один это там фи со звездой, да? И два, ну, прям, индекс пробегает, да? Это фи да. Ну, аналогично, да? То есть, индекс Р нумерует... Понятно, да? Вот. То есть тогда, к сожалению, что мы имеем? Мы здесь имеем единичку, да? Здесь минус единицу, да? Ну вот. Сюда введите, да? Ну, матрица лямбда-рес диагональна, да? Если это один, минус один. Непонятно чего-то. В таком месте что-то непонятно. То есть матрица лямбда-рес, это единичная матрица диагональна, да? Один минус один. Пописать ее не надо. Вот. Значит, если мы теперь знаем матрицу, эту, знаем матрицу, да, то тогда мы можем написать, чему же равняется заряд, да? Для вот комплексного поля. Тогда мы можем написать, что у равняется, ну теперь уже конкретно, да, для этого поля, для этой х, здесь будет что? Например, фи со звездой, да? На единичной матрице здесь стоит, да? На, что? На фи со звездой, правильно? Да? И минус фи на фи. Ну, любая. Ну, источность у человека, естественно, до общего множителя, который, в данном случае, ничего. Умеряется только переопределением заряды, да, величины. Значит, имеется вот такая величина, да? Теперь мы с вами знаем, вот, вот эти, вот это мы с вами знаем, да, как фи, и подставляем туда, ну, делаем опять аналогичное учисление, которое вот сегодня ваш коллега проделывал здесь. Это понятно? Да. Вот, то есть, теперь мы берем, подставляем вместо пи и фи, да, вот эти величины, вот, и получаем ответ. Ну, я предлагаю на доске это не вычислять, а оставить вам опять, ну, вычисление опять такое же тривиальное, как только что проделывали. Ну, правда, как это, расписывание на доске займет там минут 15, да? Вот. Поэтому, если вы не возобраете, я напишу сразу ответ, да, а вы его проверите, да? Вот. То есть, если вы сочетаете, это будет сумма пока, да? Можно, конечно. Смотрите, у нас, ну, будем вычислять на лицо, которое пи один, это уже у нас... Ну, как, пи, это вот, все написано. Да. Да? Ну, так, да? Как берем, просто подставляем, да? Вот, тогда, значит, ну, я не знаю, я все же предлагаю, чтобы я, ни я, ни вы, как это, не считали, да? Простите, еще раз, пожалуйста, откуда взялись компоненты лямбда и пресс? Я так понял, это есть соображение, что если мы давно уже... Вот, бесконечно, вот, если мы вот так вот делаем, да, то у граждан не меняется всего вида, да? Ну, если я фи заменю на и епсилон вверх, если адресую замену на минус и епсилон вверх, то и ничего не поменяется. Ничего не поменяется, но непонятно откуда его. Так, епсилон – бесконечно малое преобразование. Я раскладываю в ряд экспоненты, да? Экспоненты в ряд можно разложить? Да. Так будет? Да. А здесь там будет. Теперь сравниваем оценную величину. Да, понятно. Так, да? Ну как, ну вот это и вот это, да? Отсюда получили, что лямбда равняется вот 1 и минус 1. Да? Вот такая получилась. Ну видно, что переходы только вот фи, ну, добавка фи имеется, и фи со звездой, и фи со звездой имеется, правильно? А нет с перемешиванием фи и фи со звездой. Я просто думал, там умножается на ес степени епи, на ес степени епсилон – это умножается. А, ну, и там, это все понятно, да? Ну, тогда так же пришлось и си, да? Вот этого построили. Ну, епсилон – это как это? Я… Это бесконечно малое. Оп, это общий умножитель. Так? Тогда кум будет вот так, да? А дальше вы можете брать и подставлять вот это выражение, как только… Ну, мы для простого самого случая скалярного поля это сегодня проделывали, в начале семинара, да? Вот. Ну, я вам предлагаю, что это проявление, что гометтоян будет вот такой, да? И что заряд будет вот такой, да? Крест. АК. БК. Крест. БК. Опять слышу сюда произвольные константы. Хорошо? Значит, давайте… Вот мы с вами договорились, что гометтоян, вот этот заряд, да? Вы сосчитаете домом, он считается совершенно аналогично, как только что вы сосчитали вот этот гометтоян. Ну, все то же самое. Берете интеграф, вы ему расписываете. Берете интеграф ПД-3, остается сумма, да? Если у вас будут, не дай Бог, вопросы, мы, так сказать, можем проделать это на семинаре, да? В следующий раз, да? Или сейчас, если вы возражаете, то и требуете, чтобы мы проверили сейчас, то тогда мы можем сейчас проверить. Так, задача сейчас перерыв, наверное, я на пять минут больше. Так, все. Так. Ладно, давай. Так, у нас, пусть теперь имеется некоторое состояние, которое описывает… Эпсилон, да? Эпсилон, да? Эпсилон, да? Эпсилон, да? И, соответственно, обладает некоторым зарядным Си. Эпсилон, да? Эпсилон, да? Эпсилон, да? Эпсилон, да? Эпсилон, да? Так, да? Эпсилон, да? Теперь давайте попробуем найти, чему соответствует состояние А крест. Ну, давай я… Ну, больше у меня два декины, со садоруги меньше писать. Это состояние, собственное состояние для их операторов Тогда давайте поможем А, Фи, да, написать Б и Б Теперь рассмотрим такие состояния Какая энергия, какой заряд для их состояния Будут ли они собственными функциями H и F, а если будут, то какой их заряд, какая их энергия Вопрос понятен, да? Ну что, задача крайне проста, поэтому кто пойдет к доске Здесь уже вопросы сочетать надо Кто там следующий у вас? Зачем удержаваться с собой двигать? Оно вам не понадобится Так, чтобы узнать, чему равняется И является ли это собственным состоянием Проминутание на H, нужно на него подействовать, да? Вот посмотреть, что получится, правильно, да? Ну давайте действуем, то есть пишем H Проминутание на H Здесь состояние А, Фи, да? Так, да? Согласны? Ну, надо теперь вычислить, да? Мы это знаем только что Мы знаем только вот это, да? Другого мы еще не знаем А, ну давайте еще раз вспомним, чего равняется H Сумма пока, да? Сумма пока Сумма пока Сумма пока Ну, там это было, ну пусть здесь будет А крест, да? А, либо крест, б, а Ну, мы у тебя, у нас как крест на поле, да? Все, да? И Q равняется, да? Здесь, давайте поставим H Ну, здесь я поставлю H Да Все того, что вы хотите Вы знаете, ему будет все, больше нам ничего не нужно Тогда Тогда берем А Значит Ну как? Подождите, может быть, мы это самым предыдущим писать. Как можно писать? h, a крест. Нам нужно h переставить, правильно? Потому что мы знаем, как действует h. То есть мы должны что сделать? h, окрест у нас есть, а мы хотим окрест h. Нам нужно отнять окрест h. Так, да? А это что такое? Это будет коммутатор, да? Правильно, да? То есть пишем, что это вот равняется коммутатор h, окрест, да? То есть нам нужно учить коммутатор h, окрест, плюс а, окрест, и все это действует h. На, да, вот. Возьмите комплимент, что у нас есть. Это все действует на чей, так? То есть теперь мы знаем, что это даст нам x. То есть нам нужно вычислить коммутатор h, окрест. Если нам кажется вокруг числа, значит тогда это будет собственное состояние, правильно? Вот это, собственное состояние тоже как-то реально будет. Да? Ну давайте попробуем вычислить коммутатор h с окрестом. Вот, ну, просто. А у нас есть? Ну ладно, я перезвоню потом. Нет, ну, вычисляем коммутатор, да? h здесь есть либо а окрест, либо б б окрест, да? Мы сбываете за сумму коммутаторов, правильно, да? Ну, с б б окрест а коммутирует ноль. Значит, нужно считать коммутатор вот этот вот омегаа крест а, а крест. Так, да? То есть пишем коммутатор. Да. Это будет омега, здесь сумма надо написать, да? Сумма. К штрих какой-то надо написать, да? АК крест штрих, да? АК штрих. И здесь А крест. Да? Вот такой коммутатор. Нет, штрих не надо здесь писать. Окрест. А, вот я, пожалуйста, и штрих написал, извиняюсь. Так? Теперь смотрите. Когда этот коммутатор отличен от нуля? В этой сумме, ну, когда... Ну, то есть этот коммутатор можно расписать опять в произведении, да? Знаем. То есть это будет либо А крест коммутатора вот этот, либо вот этот коммутатор вот с этим. Правильно, да? Ну, как произведение коммутатора вот, да? Вот. Значит, тогда отсюда коммутатор А вот с этим будет отличный от нуля, когда К штрих равняется К. То есть в этой сумме выживает один шляп. Правильно, да? И коммутатор А с А крест равен чему? Единице. То есть получается всего Омега А крест. Правильно, да? Омега получается... Нет, суммы-то нет уже. Одна только. Ну, одна. Один шляп. Когда К штрих равняется К, да? То есть получается Омега крест АК. Ну, посмотрите, это понятно? Или непонятно? Не, ну вам-то понятно. Вот. Значит, тогда мы, если сюда подставляем, да? Что мы получаем? И теперь А под действием сюда будет Эпсилон, да? Тут получаем что? Эпсилон плюс Омега, да? Да, сколько получается? На А крест А, да? А крест физический. Видно, да? То есть оператор А крест увеличивает энергию на Омега. Понятно, да? То есть таким образом мы можем сказать, что, вот, как это... Если иметь в виду энергию, да? То есть вот это состояние, да? Энергия. Здесь энергию будет какая-то? Эпсилон плюс Омега. Так, да? Вот мы только что сосчитали. Так, да? Значит, теперь, ну, если мы рассмотрим какой крест, опять, то очевидно получим сколько? Эпсилон плюс Омега. Да, по кресту. То есть это будет опять Эпсилон плюс Омега. Так, да? Понятно. Расписываю, к чему соответствует энергия от этих состояний. Это является собственным состоянием, когда не наш, вот с таким собственным значением. Теперь надо еще посмотреть А и В, конечно. Ну, давайте попробуем А и В посмотреть, да? Теперь А просто, да? Посмотрим. Здесь просто будет А, да? Здесь просто А, да? Здесь просто А, да? Здесь просто А, да? Здесь еще. Вон там будет А. Так. Ну, тогда это будет сколько? Будет А. Чем? Ну, еще. А с минусом. А с минусом. Потому что здесь цифр-коммутатор окрест из А. Да? У нас А окрест равняется единицей. Правильно, да? То есть минус получается. Тогда. То есть это означает, что это состояние, соответственно, эксилон-минусомника. Ну, и соответственно, эксилон-минусомника это будет тоже. Всем понятно? Тогда? Ну, тогда дальше что у нас? Теперь нужно Пу вычислить. Да? Ну, для Пу мы, наверное, уже, как это, сочетаем в уме, да? Или не будем в уме считать? Почему? Давайте в уме говорить. Попробую лучше им писать. Значит, смотрите. Чем отличается окрест А? Вот. А, вот здесь. Ничем. Только обе отличается. Правильно, да? Если мы начнем теперь вместо А коммутировать с Фу, да? После обе здесь не будет. Правильно, да? То есть это будет, соответственно, что? Фу минус. Плюс один, да? А нет. А здесь по-любому есть, может, минус. Да. А здесь появляется минус. Да? То есть здесь будет Ку минус один. Ну, а здесь аналогично. Ку минус один. Си Ку плюс один. Согласны? Все, молодец. Теперь только надо теперь раз узнать, что же мы с вами получили. Мы получили с вами вот такую вот обличку, да? Для поля, да? Комплексного поля. Вы выбили оператора А и В, да? И крест кресты. Значит, оператор А крест повышает энергию и заряды. Да? То есть он что? Рождает частицу, да? Ну, рождает состояние, да? С... ну... И энергия его... Как? Положительность, естественно, и заряды. С плюс, да? А оператор В тоже рождает частицу, но заряд ее минус. Видите, да, в чем разница? Оператор А и В рождают... Ну, они повышают энергию, да? То есть рождают состояние, да? Но когда это рождает частицу с зарядом плюс один, а этот минус один. Значит, это оператор рождения частицы, а это рождение А частицы. Ну, либо наоборот. Понятно, что это дело... Как это определение, что... Этот электронный позитивно, что частица, а что античастица, да? Вот. Значит... Таким образом, вот это рождение частицы с зарядом плюс единиц, а это рождение частицы заряда минус-частицы. А здесь что, наоборот? Это оператор для уничтожения, правильно? И это оператор для уничтожения, он не уменьшает, например, да? Здесь оператор, соответственно, уничтожение частицы, заряд уменьшается, да? А здесь натичастицы, заряд увеличивается. Понятно, да? Вот смысл этих операторов, да? То есть теперь мы можем уже с этими операторами что-то вычислять, потому что мы знаем действия этих операторов. Понятно, да? На состоянии. То есть это оператор рождение, уничтожение, соответственно, частицы либо античастицы. Так, какие есть вопросы по этой части, иначе мы сейчас перейдем... Это мы рассматривали скалярное объяснительное скалярно-комплексное поле, да? То есть это частицы со спином равным нулю, да? Но если действительное поле, то у них заряд равен нулю, да? То есть это одна частица, правильно, да? И это вторая. А здесь имеются две частицы. То есть у них вот то, что называется заряд. Когда есть, например, и плюс, и и минус, да? И заряд есть положительный и отрицательный, но бескалярный. Так, какие есть вопросы? Нет вопросов. Тогда я сейчас повторяю, как можно быстрее стереть. А мы сейчас переходим, обсудим уравнение для описания... То есть мы получили с вами уравнение хлина гордона, маргаржан и так далее для описания частиц со спином равным нулю. Теперь перейдем частиц со спином равным единицам. Ой, извините, одна вторая. Ну, такие состояния описываются уравнением гироха, да? Знаете? Знаете? Уравнение гироха. У нас еще раз по курсу не было. По курсу не было. Ну, тогда я уже вам пишу. Если у вас по курсу не было гамма мюнг минус mc на си равняется нулю. Я вот здесь написал вам с h в c. Все, пока что. Значит, это уравнение гироха. Значит, гамма мюн – это матрица 4 на 4, гамма матрица традициональная. Состояние psi, соответственно, это что? Это виспино. То есть это столбец из четырех компонентов. Понятно, да? Ну, рассматриваться придет 4 на 4, да? Ну, здесь я раз ничего не писал. То есть, имею в виду, что есть тогда егеничная матрица. Ну, если я ничего не пишу, я не буду писать специально какой-то буквы «и», обозначающий егеничную матрицу. То есть, ничего не значит, что егеничная матрица стоит. Вот это уравнение гироха. Ну, оно может быть получено, соответственно, из Лакржана. Есть еще… Идем еще сразу… Вот это биспинор, да? А есть еще гироховский сопряжелый биспинор. Во-первых, мы можем написать «псикрет», да? Что такое «псикрет» вы знаете, да? Вот. А еще можем домножить на «гамма ноль». Вот это будет «псичь чертой». И гироховский сопряжелый. Кто, эрбитово сопряжелый, но это гироховский. Еще и есть матрица гамма ноль. Понятно, да? Вот. Ну, все, пожалуйста. Значит, а, в Лакржан. Ну, в Лакржан можно написать таким образом «пси» с чертой, соответственно, это скажем сейчас. И х гамма мю дпс минус «пси» минус дпс минус «пси» с чертой на вторая и х гамма мю по «пси» и минус «пси» с чертой на вторая и х гамма мю по «пси» с чертой на вторая и х гамма мю по «пси» и решение уравнения гироха. Значит, ну, с чего начнем? Начнем мы, наверное, со следующего. Раз вы первый раз видите, наверное, надо нам определить, что такое гамма матрица. Да? Гамма матрица. Что такое гамма матрица? Значит, их сколько штук? Их, соответственно, четыре штуки. Правильно, да? И единственное для них условие – это то, что они обладают такими условиями. Гамма мю плюс гамма мю. Гамма мю равняется 2g минус. Значит, они должны удовлетворять этому условию. Матрица гамма ноль, которая ухраняется 1 минус 1. Ну, это так часто пишется, потому что эта матрица два аналога здесь стоят. Гамма матрица – это матрица 4d4. Вот здесь стоит единичная матрица, а здесь тоже стоит единичная матрица, но 2 по минус. Но матрица два аналога уже. Ну, матрица сибма же вы знаете, правильно, да? Вот. Дальше, значит, есть еще матрица гамма, да? Она как выражается? Она выражается через матрицы сибмы. Матрица Паули знаете? Да. Знаете. Ну вот, если вы знаете матрицы Паули, то тогда, значит, что-то... там, да... Сейчас я с аваром грамм быстрее, 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 быстрее. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, я так чувствую, вы не согласны Кто-ли согласны? А? Не, ну вот они там гряду написаны Берите, перемножайте Матрицы первые Вот эта матрица Называется матрица Альфа Ну, давайте мы сразу обозначение все ведем Которое вы, открыв книжку, можете найти А гамма-0 называется еще в матерстве В Тогда мы получаем, что? Мы получаем H равняется Альфа-П Где П, оператор, да? А оператор П минус ИА С ГПДИ С ГПДИ Помните, такой оператор Так? И плюс В на Компенсия Вот такой замечательный габилитая получается Ну, для, как это Вот здесь я должен был написать С Извиняюсь Ну, когда я бы расписывал Это уравнение Там, С еще надо написать И тогда я вот так С сюда напишу Сюда Вот стало Тогда H будет еще вот сюда С надо добавлять С по квадрате С Ну, я сегодня уже стал держать все С Ну, потому что Д по ДХ Это Д по Д С Д И по Д по ДХ Я пропустил Вот Значит, отсюда Мы можем дальше Имеем Уменьшить Вот такое вот уравнение Да? В таком виде Ах и такой Домпенсия Ну, теперь давайте попробуем его решить Для этого Для этого мы Си Приседаем в виде Фи Хи Ну Где Фи и Хи Это два Спинора То есть Пси Это Биспинор Это столбец Размера с Е4 Теперь я ввел два Биспинора Да? Когда я беру Подставляю сюда Получаем сколько? Получаем Ну, такое-то уравнение Получаем И Ах Да? Д по ДТ Вот Фи А здесь Получаем Сколько? СМ Алька П Плюс ВТ М Ф квадрате Тоже Фи Понятно так, что Ну, я не пытался, чтобы было Совсем все наглядно Ну, теперь берем Расписываем То есть, это будет два уравнения для спинора Да? Для этого я Пишу первое уравнение Это будет Сколько? Давайте сюда Переду И Ах Д По ДТ От Фи А здесь Сколько будет Давайте Подсказывайте мне Здесь будет С Альпа О, извините С Сигма П На Что? На Фи Да? Плюс, да? Сигма Сигма На Фи Да? Согласны? Дальше Второе уравнение И Ах Д По ДТ Фи равняется С Сигма П На что? Здесь будет Фи А здесь будет Минус Да? Потому что В это 0 Это 1 Минус 1 Да? На М Севс квадрате На Хи Ну Перед этим Я, конечно, не забыл сказать вам что Что Если Мы Возьмем Коммутатор Д А Сколько Разум Нулю Да? Мы сразу можем искать Решение С определенной энергией Импульсом Правильно? То есть Мы можем Сказать Что Наши Наши Мы можем Подписать Вот так У Который зависит от Эпсилона И В Эпсилон На Эпсилон На Эпсилон Эпсилон На Т Правильно? Да? И Что там? Минус Выдаем Да? 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 В Эпсилон Эпсилон На Эпсилон На Эпсилон На Эпсилон На Эпсилон Значит Теперь Ну Вообще говоря Мы будем Называть Решение Fu А потом У нас будет С отрицательной энергией Решение То Тогда Что у нас П Заменяется На П Правильно? Ну вот А здесь Появляется Эпсилон Потому что Вот Минус И На Эпсилон Тогда Тогда Что мы получаем? Мы получаем Такое Эпсилон Да? На Фи Равняется С Равняется С С Фи Плюс М Ф На Фи И Здесь Получаем Эпсилон На Фи Равняется С С Фи Фи Минус Фи И Давайте Яхт Еще раз Не переписывать Яхт Буду Обозначать Фи Отсюда Отсюда Что делаем Дальше Это уравнение легко решается Теперь это просто однородное Уравнение Уравнение Два Уравнение На Фи Их Как его решить? Ну Эпсилон минус В С Ф Ф Равняется Россия Либо Эпсилон och action И равняется С фида на Фида. Ну, я не знаю, как это одно определитель можно считать, а можно вырезать эту функцию через другую и подставить. Правильно, да? Что выражается? Например, берем, что выражаем Фида. Фи равняется С седьмой В на Эпсилон минус С в квадрате на Хи. Что-то я где-то знак перебыл так, что ли. Или не перебыл там. Проверьте знаки мои все. Так, да? Ну, а Хи, естественно, можно выразить отсюда, да? То есть либо мы можем записать все через Фи, либо все через Хи. То есть Хи равняется С седьмой Ф на Эпсилон плюс М С в квадрате на Хида. То есть теперь наше Руну, да? Мы должны сюда поставить что-то одно и, так сказать, вырастить через Фи или через Хи можно выразить, да? Вот. Но все же давайте еще, мы можем сделать, что поставим вот сюда Хи, да? И тогда получим что-то? Ну, давайте. Получим С седьмой Ф в квадрате на Эпсилон в квадрате минус М С в квадрате на Хида. Так, да? Ну, соответственно, тогда получаем, что Эпсилон в квадрате должно быть равно единице. То есть опять же мы получаем, что Эпсилон в квадрате равняется чему? Равняется С в квадрате на С в квадрате плюс М С в квадрате в квадрате, да? А С в квадрате чем уравняется? Эпсилон в квадрате. А? Эпсилон в квадрате. Эпсилон в квадрате, да? Потому что что? С в квадрате на С в квадрате, да? на СгмК. Эйцелон ЖК выпадает, потому что ПИ и ПЖ стоит, а остается только ДТИЖ, а остается на эйцелон квадрате, получается С квадратный на С квадратный, то есть, то есть, то есть, то есть, что он квадратный С квадратный С квадратный. Ну, литеринское соотношение, да, получается, между энергией, импульсом, массой, да? Значит, уравнение, есть надежда, что будет все описывать, да? Соотношение говорит правильно. Вот мы получили соотношение, во-первых, и получили решение, которое я могу выражать все через Фи, либо все через Хи. И так, и так, да? То есть в данном случае, вот здесь вот, вот где и пятка. То есть в пункт от Фи, оно будет чего равенцем? Ну, например, выражаем все через Фи. Да, тогда это будет Фи, а здесь будет СССП на этом плюс МССП. Вот нашли решение. Итак, что мы с вами обсудили? Значит, вот посмотрели вот такой выражан, да? Из него следует вот такое уравнение, которое называется уравнение Гирака. Значит, матрица Гамма повторяет вот таким вот условием. Значит, и их конкретный выбор, их конкретный выбор неоднозначен, но, как я написал, называется стандартным представлением. Вот. Значит, потом мы это уравнение Гирака переписали вот таким вот способом, что нас привело вот к такому-то уравнению. С Х таким, такой величиной. Так как ХСП коммутирует, то мы можем искать решение вот в таком виде. Мы его расписали и выразили теперь через один спинор, да? Который мы выбрали в данном случае Фи, хотя мужики записали через Хи. Значит, спинор Фи имеет сколько? Две степени, да? Еще осталось свободное. Так, да? Верхние и нижние компоненты. То есть это и есть описание частиц со спином 1, 2. Всего две независимых компоненты. Это дальше направление спина. Ну, а вот эльфийское уравнение, описывающее частицы со спином 1, 2. Ну, вот, будет каким-то образом. Так, у нас, к сожалению, время заканчивается. Наверное, я уже ничего не успею. Давайте, наверное, дальше там еще. Вот уже дольше будет абсурдация. Я не буду начинать. Одна минута у нас осталась. Поэтому давайте за эту одну минуту вы можете меня чего-нибудь спросить. Или больше даже можете спросить, чем за одну минуту. Как это Фи ответы? Фи? В смысле не так, это степени. А просто здесь его степени, там, в начальном условии? Да, ну, в этом смысле, да. Ну, спина 1, 2 имеет, ну, две алетации. Вы можете дальше выбрать оси, да. И в этом смысле, если хотите описывать частицу в системе покоя, там, ну, направленную по оси Z, там, да, из проекции 1, 2, это будет спинор 1, 0, да. Вы знаете же это? Ну, 1, 0 будет, да, там. Если вы подкину там углом, да, ну, соответствующий спинор. Это зависит от направления спины, да. И есть еще характеристика спины, да, как она направлена. Ну, то, что осталось у нас, вот, я сказал, спинор только один, это и говорит о том, что описывает частицу спина 1, 2. Если было бы там три еще, константы, ну, три компонента неопределены, ну, это было бы тогда уже спин равна единице, да. И так далее. Вот, когда мы рассматривали скалярное поле, у нас там не было никаких, все было без вариантов, да, в этом смысле. Так, ну. Ну, а то, что частица спина 1, 2 отписывается, можно описать спинором, вы знаете, да. Ну, вот это уравнение выражается через спинор. Какое-то. Ну, а еще раз, как его записать, это, ну, мы дальше обсудим, там, это частица будет, античастица. Я сейчас написал, ну, вот, предполагаю, что вы говорили. Вообще говоря, может это все будет отрицательно. Мы будем обсуждать там еще сопряжение с отчетностью, там, и так далее, там, все это дело пока уже, ну, несколько позднее. Какие-то вопросы есть? Нет вопросов? Ну, тогда до свидания. Спасибо. Спасибо.